Приветствуем вас друзья на канале Даниила и Ларисы. Продолжаем рецепты к сезону грибов. Сегодня у нас жаркое с белыми грибами. Когда-то, когда я был маленький, моя бабушка готовила вот сезон грибов, готовила очень вкусное жаркое. Мы взяли вот такие вот горшочки, кстати, еще сделаны в СССР. Такие вот старые остались у нас тоже от бабушки. Бабушка готовила в таком большом глиняном глещике. И что в этом, как правильно будет сказать, жарком. В общем, что в этом блюде было самое классное, то что она закрывала его не крышкой, а такой шапочкой из теста. И когда мы кушали это жаркое на ужин, эту шапочку мы использовали в качестве хлеба. Вот таким рецептом мы с вами поделимся. Представляете себе, такое с пылу, с жару, из горшочка, горячее, жаркое, хрустящий хлебушек, и можно подливку вымокать. В общем, будет вкусно, друзья. В первую очередь приготовим тесто. Немножко тепленькой родички. Кстати, забыл сказать, все ингредиенты и текстовый вариант рецепта вы найдете в описании видео. Отправляем сюда сахар и соль, полностью растворяем, рассыпаем по поверхности сухие хлебопекарские дрожжи и отставляем на минутку в сторонку. Пока дрожжи будут регидратироваться, займемся мясом. Мясо используем такую достаточно пресную свинину из задней части. Можно использовать и жирную, как кому больше нравится. Вот такими вот не очень большими кусками. Хотя можно и побольше, конечно, куски. Мне нравятся такие не очень большие в жарком кусочки. Лариса положила и жирненькой свининке какие-то кусочки. Не буду их резать, так и оставлю. После того, как мясо порезано, посолим его. Добавим черного перца по вкусу. Вкус у меня такой, что я люблю много черного перца, поэтому добавлять буду долго. А вы можете вообще не добавлять, если не любите черного перца. И обваляем это мясо в такой импровизированной панировке. Не панировке, кляре, может. Не знаю, как это правильно называется. В общем, обваляем его в муке, чтобы со всех сторон наше мясо залипло мукой. Вот как-то так. Отставим его в сторону, пока будем готовить дальше. Пусть оно вот так вот полежит, помаринуется. Пока я хоботился с мясом, дрожжи полностью осели на дно. Значит, они регидратировались и можно... А перемешаем вначале их, кстати. И можно заниматься тестом. И вводим сюда муку. У нас должно получиться тесто средней степени крутизны. А, среднее крутое, я хотел сказать, конечно же. Настало время сменить ложку на руки. Тесто любит руки. Когда тесто начинает загустевать, добавляем сюда растительного масла. в нашем случае оливкового. И хорошенько вымешиваем. Минуты 3-4. Через 4 минуты тесто приобрело вот такой вот вид. Лепим из него колобочек и оставляем его подходить. Для этого накроем его пищевой плёнкой. Плёнка, отвлекляйся. И поставим в тёплое место. Но это если зимой, а так как у нас сейчас здесь тёпленько. Тёплое место везде. Бабье лето, наверное, пришло в Украину. В общем, тесто пусть подходит, а мы занимаемся дальше. Далее подготовим все ингредиенты. Морковь и морковь накрём на крупную тёрку. Картошку порежем крупными кусочками, примерно такими. лук. Разрежем луковицу вот так вот на три части и нашелкуем такой достаточно тоненькой соломочкой. И кульминация подготовительного момента, его величество белый гриб. Для того, чтобы он хорошо чувствовался в жарком, нарежем его тоже достаточно большими кубиками. Вот примерно вот так вот. Как я обожаю белые грибы, друзья. Вы знаете, что белые грибы, как и шампиньоны, можно употреблять в пищу в сыром виде. В Карпатах мы часто с Ларисой так и делаем. Обжаривать наше жаркое начнём именно с белых грибов. Они отдадут часть своего аромата при последующих этапах жарки остальных ингредиентов. На раскалённую сковородку добавили растительного масла и начинаем обжаривать грибы. В первую очередь они отдадут немножко влаги, то есть на сковородке появится реально жидкость. Эта жидкость выпарится и после этого грибы начнут обжариваться. Обжаривать их будем до золотистой корочки. Вот подождём пока она выпарится и покажем вам. Именно в этот момент надо будет грибы посолить и поперчить. Вся влага из грибочков выпарилась, они начали обжариваться, подрумяниваться. На этом этапе посолим, поперчим и буквально ещё минутку до равномерной золотистой корочки их обжариваем. После того, как мы закончим обжарку грибов, масло на сковородке мы не меняем. Именно оно придаст следующим ингредиентам, как я уже говорил, неповторимый аромат белых грибов. Грибы готовы. Перемещаем их в какую-нибудь посудину и отправляем на обжарку картошку. Картофель точно так же нам надо обжарить до золотистого цвета. Вот до такого состояния обжарили картофель. Перемещаем его в отдельную посудину и опять-таки не меняя масло обжариваем мясо. Обжариваем со всех сторон, время от времени переворачивая каждый кусочек, так чтобы оно со всех сторон подрумянилось одинаково. Вот до такого состояния обжарили мясо. Главное, чтобы оно обжарилось примерно равномерно со всех сторон. На этом же масле, которое уже насыщено соком и жиром от мяса и запахом грибов, обжарим лук. Поджаренный до золотистого состояния лук добавляем морковку. Обжариваем еще 2 минутки. Через 2 минуты добавим томатный соус. Можно использовать кетчуп, можно использовать соус типа краснодарский. Мы используем наш собственный домашний соус, который готовим из помидоров. Обжариваем еще в течение 2 минут. Добавляем пол-литра кипятка. Перемешиваем и ждем, пока наша заправка закипит. Заправка закипела, добавляем соли и перца по вкусу. Бульон не должен быть пересоленный, то есть он должен быть соленый в меру, так как мы немножко солили мясо уже. И все готово. Можем наполнять горшочки. Начнем собирать наше жиркое. На дно отправляем мясо. Пару жирных кусочков и далее остальные пресные. Половинка получилась. Распределим его по дну. Далее картоху. И все это у нас должно быть хорошо покрыто белыми грибами. Вообще, по сути, в этом рецепте можно использовать любые грибы. Но белые все-таки рулят. На мой взгляд, белые грибы самые вкусные. Когда нету белых грибов, мы такую же штуку делаем шампиньонами. Немножко грибами здесь все услал. Теперь заполним горшочки зажаркой. Сейчас постараюсь сделать это равномерно, чтобы обоим горшочкам досталось одинаковое количество. И теперь зальем бульончиком. Немножко переборщили мы с зажаркой. Поэтому остался мешочок. Или горшочки маленькие, или зажарки много. Отправим сюда по лавровому листочку и по пару горошин душистого и обычного черного перца горошка. Друзья, приступим к самому интересному. Слепим из теста колобочек. Такой вот кусочек, как чуть меньше теннисного мячика. Конечно, Лариса это делает более умело. Но она сегодня за оператора, а заодно и я тренируюсь обращаться с тестом. Формируем крышечку для нашего горшочка. Надо, чтобы она ровненькая у меня получилась. Самое интересное, что это будет съедобная крышечка. Края горшочка хорошенько смажем растительным маслом. И еще чуть больше надо. Надеваем нашу крышечку. Вот так вот краешки растягиваем, чтобы они были немножко тоньше, чем серединка. Мы ее особо не прилепим, так как мы все это маслом смазали. Но должно получиться примерно так же. Вот так, милее. Не так же так. Давайте сейчас еще вторую крышечку заделаем. Вот не получаются у меня эти движения. Лариса когда лепит колобочки, у нее все чики. А у меня получаются рагульные. Но ничего, я научусь. Формируем вторую крышечку для второго горшочка. Ну, в общем, друзья, то же самое все делаем. Отправляем наши горшочки в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут. Включен должен быть только нижний тен, никакой конвекции. Через 40 минут у нас должен быть готов взбитый яичный желток, для того, чтобы зарумянить корочку. Через 40 минут проведем процедуру подрумянивания. Вот так вот достаем наши горшочки. Обмазываем крышечку взбитым яичным желтком. И при такой же температуре будем запекать еще 5 минут. Через 5 минут наше жаркое в горшочках по бабушкиному рецепту готово. Теперь осталось дождаться, пока жаркое остынет, чтобы его можно было попробовать и не умереть, не захлебнуться просто слюной от невероятных запахов, которые оно из себя источает. Ну что ж, друзья, попробуем дождаться. Когда жаркое немножко остыло, можно его подавать к столу. И, в принципе, естественно, жаркое в горшочках подается прямо в горшочках. Но я-то хочу вам показать, что у нас получилось, поэтому немножко его из горшочка, так сказать, извлеку. Извлекайся жаркое. Я хочу достать с самого дна побольше мяска и подливки. Тяжело его, конечно, извлекать из горшочков. Особенно, когда все горячее. Так, так не получится. Применим салфеточный лайфхак. Опа! И немножко подливки сюда. Ну вот как-то так, друзья. Давайте будем пробовать. Друзья, приступим к дегустации. Хлебушек. Настоящий? Ну, обычный хлебушек, собственно говоря. Мы приготовили тесто для обычного хлебушка. Он, кстати, приготовился очень клево. То есть, ну вот он совершенно полистый, нормальный. Отлично запекся. Им потом вымакивать подливку от жаркова. Так, с чего мы начнем? Грибочки. Белые грибы. Они здесь рулят всем. Они задают просто вкус всего. Картошечка. Картошечка нежная. Полностью готова. И можно с хлебушком. Блин, он тоже реально очень нежный. Хлеб вообще, за счет того, что он пропаривался парами жаркова, он получился такой классный. Так, кусок мяса хочу откопать. Хочу откопать кусок мяса. И, наверное, сделаю... Там, где у нас здесь мясо? Вот у нас здесь мясо. Сделаю вот так вот. Мясо достаточно большие кусочки. Фантастика. Мясо. Оно настолько классное, настолько нежное за счет вот этого кляра. Ну и, как я уже говорил, друзья, в конце делаем вот такое движение. Подливку на хлебушек. Рюмешки водочки не хватает. Но, поверьте, я сейчас это исправлю. Итак, друзья, с удовольствием вам представляем рецепт жаркова от моей бабушки. Вещь очень классная. Жаркое с грибами как раз по сезону. Сходите в лес, насобираете грибов. Или сходите на базар, купите грибов. Попробуйте приготовить такое жаркое. Оно невероятно ароматное. Вот за счет этого алгоритма приготовления наши бабушки знали толк, по крайней мере, в грибах и в жарком. Я думаю, что ваши тоже. За счет того, что все готовилось на масле после грибов. Все настолько ароматное, нежное. И вот в этом рецепте, как вы обратили внимание, никаких соусов и практически никаких приправ. Только натуральные вкусы. Ну, на самом деле, чем блюдо проще, тем оно вкуснее. Мне очень нравится. Попробуйте. Надеюсь, что вам тоже понравится. Ну и традиционно подписывайтесь на канал. Пальцы вверх, если считаете необходимым. А мы с Ларисой будем снимать для вас новые интересные рецепты. Всего доброго. Пока.